Значит, мы с вами что сделали, мы прочитали, частично просмотрели несколько первых глав книги знания, точнее первого раздела книги знания, который называется Илхот Исудея Тора, фундаментальные законы Тора. И давайте мы сейчас взглянем на то, как это все выглядит. Выглядит это следующим образом. Если мы посмотрим на структуру, собственно, вот этой первой части, первого раздела книги знания, книга знания состоит из нескольких разделов. Так, у нас здесь есть фундаментальные законы Торы, законы о чертах характера, почему-то это переведено в этой книге, хотя, в общем, не уверен, что это хороший перевод. Дальше законы об изучении Торы, законы об этого поклонстве, законы о раскаянии. Из-за этих пяти разделов состоит книга знания. Мы с вами читали и, в каком-то смысле, имеем представление теперь, да, о первых четырех главах и о начале пятой главы. Теперь давайте вспомним, о чем там идет речь. Речь идет о том, как, собственно, следует понимать Бога. Но вот эти постулаты о том, что же это такое и как его знать и что о нем следует думать и представлять, они продолжаются некоторым описанием мироустройства, как все устроено, в соответствии с тем, что, собственно говоря, нам до Рамбома указывал Аль-Фарабий, правда, не нам, а своим, так сказать, мусульманским коллегам, он говорил о том, что в идеальном городе каждый житель должен знать вот эти вещи, да, и вот эти вещи, они, собственно говоря, по сути, здесь перечисляются рамбом, да, о том, так сказать, творце, первоедином, первопричине, о небесных сферах, о том, как все устроено под небесными сферами. Дальше Аль-Фарабий говорит, что необходимо знать и способы управления вот этим самым идеальным городом. Ну, и у Маймонида, на самом деле, мы видим, это тоже есть. То есть, если мы теперь сопоставим это с тем, что мы читали, Перекхелек, то есть в предисловии, не в самом Перекхелек, а в предисловии, да, которое часто называют Перекхелек, предисловие к 10 главе трактата Савниндрин, мы там читали 13 основ веры. Да, вот взглянем на них. То есть это вера в существование Творца, который является первичным источником существования всего. Правда же, мы это тоже считали, Мишну Тору. Вера в абсолютное единство Бога, который не имеет подобия. Это тоже там было. Более подробно только, да. Вера в нематериальность Бога, то, что он поддерживает, подвержен, не подвержен физическим изменениям. Вера в его вечность. Вот эти все четыре пункта, 13 основ веры, мы видим, что они в развернутом виде представлены в Мишне Тору. То есть в комментарии к Мишне он сформулировал это как некие основы веры, а в Мишне Тора ввел, собственно говоря, эти основы веры в качестве, ну, аллогического восстановления. То есть в качестве закона, в качестве закона относительно того, чему, как нужно себе представлять, мыслить и так далее. Можно было бы сказать, что речь тоже идет о том, во что нужно верить, да, не столько знать, сколько верить. Поскольку там в комментариях Мишне речь шла, видимо, о вере, да, так-то 13 основ веры, то здесь можно было бы теперь сказать, что у нас были, помните, те как бы проблемы, на которые я указывал, да, как же можно знать, если ничего нельзя знать, там и так далее. И мы пришли к выводу, что это некое первичное, да, первичное знание, то есть некий посыл, некий базис, отталкиваясь от которого человек может, имея определенную перспективу, дальше развиваться в сторону интеллектуального совершенства. Пятый принцип – это уверенность, что только ему нужно служить, а не ложным божествам. И вот этот пятый пункт, можно сказать, что он, собственно говоря, тоже получает определенное развитие в Мишне Торо. Мы с вами помним, что пятая глава вот этих фундаментальных законов нас немножко удивила, да, то есть после описания мироустройства, все как устроено ему, и что из себя представляет универсум и подлунный мир и так далее. Дальше Грамбан говорит об освящении и осквернении имени, да, как можно осквернить, как можно осветить. Возможно, что это связано с вот этим вот положением о служении Бога, да, то есть освящение – это служение, осквернение – это антислужение каким-то образом. Дальше он… Это мы не читали, да, в главе шестой он говорит о священных именах, и, в общем, понятно, что это каким-то образом связано, да, то есть посвящение… У кого-то включен микрофон, и он как-то шебуршится. Если вы хотите что-то сказать, то, безусловно, включать микрофон и говорить, можно, наверное, перебивать, но если вы ничего не говорите, то лучше выключить микрофон. Так вот, шестая глава, она является в каком-то смысле продолжением этой самой пятой, да, освящение имени, осквернение имени, и дальше в шестой главе, которую мы с вами не читали, он говорит о священных именах, в принципе, какими они бывают. А дальше переходит в пророчество. И смотрите, если мы, опять же, взглянем на 13 основ веры, то мы увидим то же самое, да, шестой, шестой принцип – это вера в то, что Бог открывается людям через пророков, и седьмой – это вера в превосходство пророчества Моисея, Маширобойну, и действительно, Мишна Тора действительно, по сути дела, он повторяет это, да, то есть седьмая глава посвящена пророчеству, восьмая – пророчество Моисея, которое подтверждается откровением. В этой восьмой главе он, помимо всего прочего, говорит о том, что истинный пророк, он определяется не по тому, вершит он какие-то чудеса или не вершит он какие-то чудеса, что чудеса здесь вообще ни при чем, и изменение законов природы тоже не имеет никакого отношения к пророчеству. Пророчество имеет отношение к откровению в принципе, а откровение в принципе – это, если разобраться, опять же, Мишна Тора это не совсем ясно, а, например, путеводитель растерянок – это ясно, откровение – это, собственно, постижение истины. И Моисей является тем, кто в максимальной возможной для человека степени эту истину постиг. Это мы видели тоже и в комментариях к Мишне, где он говорил об исключительности Моисея. И в Мишне Тора мы видим то же самое. Девятая и десятая глава посвящены, видите, вечность Торы, сравним опять же с восьмым принципом веры, вера в божественное происхождение Торы. То есть получается, что Мишне Тора, вот этот раздел фундаментальных законов Торы, он во многом является своего рода расширением или разработкой тех принципов веры, которые Рамбом сформулировал в комментарии к Мишне, в предисловии к десятой главе Трактата Сангенрин. Десятая глава рассказывает нам о проверке пророка, о лжепророках. Ну и вот эти лжепророки, в общем, являются дополнением, видимо, к самому разделу о пророчестве. Ну и в тринадцати разделах есть еще, как мы видим, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый разделы, которые почему-то не входят в эти самые фундаментальные законы. Это вера во всезнание Бога и божественное проведение, вознаграждение и наказание за поступки и мессия и воскрешение измерств. Эти четыре пункта по каким-то причинам в фундаментальные законы Тора не включены. Считает ли Маймонит или решил на этапе создания Мишны Тора? Мишна Тора он пишет позднее, нежели комментарий к Мишне. Решил ли он, что, собственно говоря, эти принципы являются в каком-то смысле либо второстепенными, либо выводимыми из остальных, сказать сложно, но, по крайней мере, он их, как мы видим, вот в эти самые фундаментальные законы не включает. Теперь, если говорить о том, из чего в дальнейшем состоит вот эта книга знания, на которую, как я уже говорил, были обрушены критические стрелы и так далее, привнесение чуждой мудрости. Мы видим, что привнесение чуждой мудрости, вообще-то говоря, оно касается только вот этих четырех глав. Все остальное вполне традиционно, освящение имени, осквернение имени, пророчество, пророчество Моисея, Вечной Сторой. То есть здесь нет ничего, что можно было бы назвать каким-то нетрадиционным. Единственное, что является нетрадиционным, нетрадиционным является то, что все эти вещи, которые являются вещами, скажем так, мировоззренческого характера, Маймонит выносит в еврейский закон. И, как мы говорили, всего того, что в этой книге, по крайней мере, в этих фундаментальных законах Тора, есть у нас в Мишне этого в каком-то определенном разделе нет. То есть до Маймонида это не входило в каком-то смысле в еврейский закон, хотя можно спекулировать относительно предполагалось с кем-то или нет. Другой вопрос. Ну, дальше у нас вот этот самый идет раздел, называется, переводят почему-то их законы о чертах характера, но называются они уход деот у самого Маймонида. Деот это, ну, мнение, на самом деле. И тогда, удивительным образом, мы видим, что у нас получается, что первый раздел мобилитарных законов это в каком-то смысле о веровании, а следующий раздел о мнении. Вспомним, что книга Сааде Гаона, так и называется, Сефир имунот ведеот, то есть книга верований и мнений. Является ли это намеренным, да, жестом Маймонида, который в каком-то смысле, как мы знаем, полемизирует Сааде и говорит о том, что Сааде и вообще Гаона их исказили во многом истинный гудаизм. А он тогда, получается, его исправляет. В том числе он исправляет его и вот Мишну Тора. То, что он в путеводителе это делает, мы его видим. Там есть, может быть, такая основательная систематическая критика Талама. Но, возможно, что и Мишну Тора тоже является, начало Мишны Тора является в каком-то смысле заявлением, которое противопоставляет закон сформулированному Маймониду, тому, что мы находим в книге иммунот ведеот. Дальше. Скажите, пожалуйста, законы о чертах характера кого? Людей? Людей, а кого же? Людей. То есть там прямо объясняется, какие-то... Мы сейчас посмотрим. Я сейчас вкратце говорю о том, что это содержит, и мы чуть-чуть посмотрим небольшие фрагментики из этих разделов. Спасибо. Дальше у нас законы об изучении Торы. Законы об изучении Торы вроде бы тоже, ну, это совсем традиционная вещь, да, то есть книга знаний, понятные вот изучения Торы, но что Маймониду подразумевает под изучением Торы, это как бы отдельный вопрос, мы на это сможем взглянуть. И сама логика, она очень понятна, да, то есть есть вот этот перевод фундаментальные законы, слово фундаментальные здесь очень хорошее, да, фундаментальные законы по сути представляют из себя фундамент, в каком-то смысле, возможно, фундамент веры, да, то есть человек в каком-то смысле должен начинать с этих знаний, но эти знания он принимает на веру. Он не может, не будучи философом, да, простой, и не будучи философом, не может все это доказать, а если он не может это доказать, то получается, что он принимает это в таком смысле на веру. И вот Маймонид читает, что некое представление о мире, принятое на веру, должно быть действительно фундаментом начала движения человека. Дальше, вот в этих главах раздела о чертах характера, по сути дела, Маймонид во многом повторяет или расширяет то, что мы видели в предисловии трактату авод. Предисловие трактату авод, как вы помните, это воспитание души или лечение души, да, и здесь тоже внешний тор, он тоже говорит о том, что исправление души подобное исправлению тела, да, и сравнимо с медициной и так далее, вы помните, он там говорил о среднем пути и прочее, прочее, это все здесь как раз присутствует. Да, получается, что вот эта книга, она является в таком смысле введением, да, то есть что нужно человеку? Человеку нужно сначала принять на веру некий комплекс представлений, которые он доказать не может пока что, но тем не менее, они помогут ему в его дальнейшем пути. Дальше он должен в каком-то смысле исправить свои мнения, ну или если мы идем за этим переводом черты характера, то есть исправить свой характер, исправить состояние души, так можно было бы сказать. Затем он должен посвятить себя изучению Торы, он должен избегать его поклонства и законы раскаяния являются частью вот этого его пути, да, потому что на пути его совершенствования случаются самые разные, могут случиться самые разные неприятности, он может отклониться и так далее, поэтому законы раскаяния здесь как бы тоже вполне уместны. Вот таким вот образом в общих чертах выглядит вот эта первая книга Мишна Тора, называемая книгой знания, которая по некоторым мнениям была сожжена так же, как и путеводитель растерянных, вместе с путеводителем растерянных и сожжена она была из-за вот этих четырех глав, которые мы с вами просмотрели, частично прочитали. Ну вот теперь мы посмотрим некоторые моменты, да, из, представляя теперь общую структуру этого, мы обратим внимание на некоторые моменты других глав, помимо вот тех глав, которые мы уже прочитали. А книжка, которая была сожжена, она потом как-то ее смогли восстановить или? Книжка, которая была сожжена, когда речь идет о сожжении книги, речь не идет о том, что у нас одна книга, ее взяли и сожжение. Сожжение книг, например, Талмуда, да, оно периодически осуществлялось в христианской инквизиции, это не значит, что весь Талмуд был сожжен, да, что значит сожжение книг, тогда у нас книги, это не книги, еще нет печати. Это рукописи, ну, значит, приносят несколько рукописей, их сжигают демонстративно, это акт демонстрации того, что эта книга является еретической. Но, естественно, что они сохраняются, да, то есть у кого-то есть рукописи и так далее, то есть вот в принципе сожжение книги не предполагает ее полное уничтожение. Ни одна из книг, в том числе и христианских, да, которые сжигались, не исчезли бесследно, скажем так, да, то есть всегда оставались рукописи у кого-то этой книги, которые затем распространялись. Ну, хорошо, вот седьмая глава, например, да, то есть седьмая глава этих самых фундаментальных законов, которая, как я уже говорил, посвящена пророчеству, и давайте чуть-чуть, несколько буквально абзацев прочитаем. Одна из основ веры, видите, основы веры, здесь тоже формулировка основы веры, то есть мы совершенно были правы, да, в том, что сопоставили вот эти главы фундаментальных законов Торы с комментарием к Перек Хелик. Одна из основ Торы, из основ веры, знает, что Бог не спасывает людям пророчества. Пророчество же не спасывается только людям великой мудрости, владеющим собой, таким, кто никогда не позволяет страстям победить себя, но всегда своим разумом обуздывает страсти. Такой человек должен иметь развитый и изощренный ум. На самом деле, это вполне традиционная вещь, да, и рамбом в комментариях к Мишне, видите, здесь в трактате, вот, это тоже есть, да, и Мея Левина примечание это приводит. И в таламудической литературе можем найти, да, характеристику тех, на кого не сходит руах, а кодыш, да. Нельзя сказать, что это точная цитата таламудической литературы, можно сказать, что это неопределенная переработка этого. Например, владеющий собой, да, и владеющий своими страстями, это скорее добавление маймонида, но тем не менее, в общем, это более-менее традиционное представление о том, что такое пророчество, и кому оно постарается. Ну, читаем дальше следующую лоху. Когда человек преисполнен этих достоинств, здоровый телом, видите, для рамбом важно, что это здоровый тело, войдет в пардес, если он будет увлечен укрывшимися ему великими и возвышенными знаниями, если его разум будет достаточно тверд, чтобы постичь их и понять, то он преисполнится святостью. Почему-то рамбом называет это вхождением в пардес. Что такое пардес? Пардес мы знаем, да, это действительно пардес, мы читали в прошлый раз про пардес. Это история про четырех мудрецов, которые вошли в пардес и приобщились к какому-то знанию. В Саламуде это, судя по всему, мистическое знание, а у маймонида неизвестно, да, то есть он не поясняет, что это за знание. Во всяком случае, это знание в каком-то смысле сокровенное, не каждому доступнее. И вот это знание, оно является, как следует из фрагментика Талмуда, оно является в том смысле опасным, да. У нас там один мудрец шел с ума, один умер, один стал рубить насаждение, то есть Ахэр стал отступником и только рабе Акива вышел с миром. Но Рамбам связывает вот это понятие пардес и пророчество. Он же только что говорил о пророчестве, да, и теперь получается, что вот этот человек, обладающий всеми достоинствами, которые позволяют ему стать пророком, входит в пардес. Он все дальше будет отдаляться от путей простых людей, бредущих во мраке суеты времени. Чем дальше, тем больше он приучится не задумываться о никчемных предметах, о приходящих вещах и соблазнах. И его разум будет все время устремлен в возвышенные миры, пребывающие под престолом славы, чтобы понять святые чистые идеи. Возможно, что здесь речь идет опять про сурот формы, вот эти формы, отделенные от материи. И созерцая мудрость святого благословеного от первой идеи до центра земли, от первой сферы, от первой формы, он поймет величие его и тут же Святой Дух начнет пребывать на нем. То есть мы видим, что пророчество связано с чем? Святой Дух, связано с познанием, то есть это не какая-то мистическая штука. Она связана с чем? Вот как только он поймет, как все устроено и поймет его величие, то Святой Дух начнет пребывать на нем. И в тот момент, когда будет пребывать на нем Дух Святости, его душа окажется соединенной с ангелами уровнейшим, помните, да, это нижний уровень ангелов, с которым его душа соединяется. Это соединение, если говорить философским языком, да, это соединение с активным интеллектом. И станет он иным человеком, и поймет он, что теперь он не таков, теперь он выше остальных мудрых людей. Как сказано о Шауле, почему-то приводится Шауль, да, и будешь пророчествовать с ними, и станешь другим человеком. То есть в цитате есть лишь указание на то, что станешь другим человеком. Шауль не самый великий пророк, естественно, да, там есть эпизод просто, где он пророчествует. И Рамбам тоже, на самом деле, не случайно приводит именно этот стих, потому что дальше как раз он говорит, что пророки пребывают на разных уровнях. Как в мудрости один человек выше другого, так и в пророчестве один пророк выше другого. Все пророки получают пророчество во сне, ночном видении или же днем, когда находят на них дремота и так далее, да. То есть и дальше он будет говорить о вот этих самых разных уровнях пророчества. Но само определение пророчества, несмотря на то, что вы видите, он здесь вроде бы говорит, что есть мудрость, а есть пророчество. И вроде это тоже традиционное разделение, да, мудрец, другое дело, пророк. Ну и мудрицы Талмуда говорят, что пророков после, последние пророки, да, там, Захария и Малахи, да, например, и после них уже пророчества нет. Хагай, Захария и Малахи, а дальше уже пророчество прекращается, остается только бад-коль, эхо. Рамбам об этом не говорит. Рамбам говорит о том, что, в принципе, получается, что здоровый телом человек, который обладает вот этими всеми прекрасными качествами, да, способностью владеть собой, обуздывать свои страсти и так далее. Он здесь не говорит, правда, об интеллектуальном совершенстве, но интеллектуальное совершенство на него указывает вот этот пассаж, да, где он говорит о том, что и созерцая мудрость святого богословия, но он от первой идеи до центра земли, от первого, я напомню, что идеи Ревинов переводит так слово формы, от первого формы до земли, а он все это описал нам уже, Рамбам же все это описал, да, но он описал это, как мы теперь понимаем, он описал это в виде некого ультимативного знания, да, когда человек может это принять, но не может это доказать, понять, проникнуть в это. А если он все это действительно доказал, понял и так далее, то он поймет величие его, то есть понимание того, как устроено мироздание, невера, принятое на веру, то, что уже есть, да, потому что, да, я могу сказать, хорошо, так мы уже прочли эти четыре главы, и что же на нас не сходит дух святости, даже если мы, предположим, обуздываем свои страсти. Дело все в том, что принятие на веру и понимание всего этого, это разные вещи, и вот он поймет это величие, и тогда Святой Дух начнет пребывать на веру. То есть, по сути дело, получается, что пророчество отличается от мудрости, чем мудрец находится в пути постижения, а пророк это тот, кто, собственно говоря, усвоил до конца, да, сознал, понял, как все устроено, и того мельчайших подробностей, и вот тогда, собственно говоря, у него сходит Святой Дух отдельно то, что это значит, но тем не менее. Видите, комментарии давайте посмотрим. Левинов говорит, да, что в юридической литературе Святой Дух в контексте обсуждения пророчества означает пророческий дар, а у Рамбома этим термином обозначается одна из низших ступеней пророческого дара. Святой Дух, пребывание Святого Духа на человеке, это пророчество первого уровня. Ну, а когда Рамбом говорит о соединении с ангелами уровня Ишим, нет, именно когда Святой Дух начнет пребывать на нем. Ну, и здесь вот это важное примечание, высказывание, вызывающее широкую полемику. На первый взгляд, и сказано здесь следует, что при соблюдении сложных условий человек не может не стать пророком. А в Мурэна Ухим, мы будем читать возможную главу тоже. Рамбом называет это вторым мнением, мнением философов. В отличие от третьего мнения, мнения нашей Торы, согласно которому соблюдение этих условий обязательно, чтобы стать пророком, но отнюдь не гарантирует того, что Всевышний пророчество пошлет. На самом деле Рамбом здесь говорит не о полноценном пророчестве, а о пророчестве второй степени, с двенадцати степеней пророчества. То есть об уровне пророчества царя Соломона, уровня Мишлей и прочих книг писания. Ну и действительно, вот это то, что Левинов не говорит, то, что можно было бы здесь еще сказать, что следующий пассаж относительно вот этого самого соединения, да, этого вопрос уже тоже искусионный. Считал ли Рамбом возможным соединение с активным интеллектом или нет, и является ли соединение с этими ангелами уровня Ишим, собственно, не ничем иным, как соединение с активным интеллектом. Ну хорошо, мы не будем читать уровни пророчества, да, которые Рамбом описывает, и перейдем к другому фрагментику. Вот наши законы, его черта характера. И вот так почему-то он пришел перевести. Давайте прочитаем перед каждым, перед каждой главой, да, Рамбом, помимо всего прочего, перечисляет вкратце как бы те законы, которые содержат этот раздел. И вот мы их как раз прочитаем. И вот этот раздел, я сделал законов о мнениях, да, он включает в себя 11 заповедей. Пять подливающих и шесть запрещающих. И вот эти заповеди. Подражать путям его, прилепиться к знающим его, то есть подражать путям его, это имитация Одеи, да, то есть я в каком-то смысле должен, если Бог милостив, я должен быть милостив, если Бог справедлив, я должен быть справедлив. Прилепиться к знающим его, это уважать мудрецов, да, ну и тем более, наверное, философов, которые, на самом деле, с точки зрения Рамбома, мы видим, мудрецы, Палмуда, по крайней мере, они же и есть философы. Любить ближних, любить празелитов, не испытывать ненависти к братьям, увещевать, не унижать, не обижать униженных, не разносить сплетни, не мстить, не таить злобы. Мы бы сказали, что здесь речь идет действительно о воспитании человека, да, то есть воспитанный человек не поступает вот таким вот неприятным образом, да, то есть он со мной стороной любит. Вы видите, что с пятого пункта это не, как он сказал, да, есть пять повелевающих заповедей и шесть запрещающих. Повелевающие говорят о том, что я должен любить, ближних празелитов, он почему-то отделил это, да, прилепиться к знающим его, а то, чего я не должен делать, это не испытывать ненависти, увещевать, правда, мы видим, да, но вроде бы позитивные заповеди. Не унижать, не обижать, ну и так далее, не разносить сплетни. И поэтому назвать это чертами характер довольно сложно, да, то есть я не знаю, что заставило Мейера перевести это именно таким образом. Возможно, начало этого раздела, когда Рамбов говорит, что у людей бывает множество разнообразных черт характера, они отлично друг от друга. Бывает человек раздражительный, который всегда злится, бывает человек спокойный и так далее, да, то есть он начинает действительно с того, что люди имеют разные склонности. И по сути дела дальше, как я уже сказал, Рамбов в каком-то смысле расширяет то, что мы видели в предисловии трактата Олот, и говорит о том, как это исправлять, да, то есть если человек раздражительный, то значит нужно быть более спокойным, чем обычный человек, да. Помните, как он определял, как можно двигаться в режиме золотой середины. У меня есть черты характера, черты моей души, которые не соответствуют этой середине, то я должен отклоняться в другую сторону, чтобы себя каким-то образом воспитать. И вот это воспитание, самое у себя и есть, собственно говоря, тема этой главы, и поэтому переводить черты характера, наверное, не очень правильно, хотя начинает действительно рандом. вот с этого. Ну, видите, что сам Левинов говорит о том, что Рамбов использует слово «деот», которое в Мишне и в Перке «от» используется для обозначения черт характера. То есть он полагает, что вот это слово Рамбов использует как, не как мнение или знание, да, что такое «да». это то, что моя позиция, да, моя жизненная позиция или мое знание, он полагает, что это означает черты характера. Я при этом не уверен, что это черты характера, но перевод вот этой самой первой «Аллахи», он действительно достаточно адекватный, поскольку здесь речь идет как раз о раздражительных людях, да, спокойных людях, гордых там, смиренных и так далее. То есть, по сути дела, получается, что действительно речь идет о чертах характера. Но исходя из того, что мы прочитали по поводу вот этих самых законов, любить ближних, любить празелитов, это никак не черта характера, да, то есть это те законы, это то, на что я должен себя в каком-то смысле натаскивать, да, по каким образом я должен себя воспитывать. И это мое само воспитание, оно, собственно, и дает мне возможность исполнить вот эти самые заповеди. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим следующий фрагментик. Фрагментик тоже из этого же, из этой же книги. Фрагментик, который посвящен это закону об изучении Тора, да, то есть мы более-менее представили себе, о чем речь идет в законах, о мнениях, я бы все-таки перевел, да, или о позиции человека, действительно сложно перевести, да, потому что я скажу мнение, это не совсем точно, я скажу позиции человека, это тоже не совсем точно. Ну, вот из этих сложностей был выбран вариант черты характера. А это мы сейчас находимся в законах об изучении Тора. Ну, и давайте маленький фрагментик из первой главы прочитаем. До каких пор обязан человек изучать Тору, учить Тору? Рамбом говорит так же, как Толмуд, до дня смерти, как сказано, чтобы не отошли они, слова Торы, от сердца твоего все дни твоей жизни. А когда человек не учит, он забывает. И время, предназначенное для изучения Торы, нужно разделить на три части. Это знаменитый фрагмент, да, знаменитый фрагмент Рамбома, который мы цитируем, относительно того, как, собственно говоря, человеку распределить свое время для того, чтобы в том числе изучать, полноценным образом изучать Тору. И вот он говорит, что время, предназначенное для изучения Торы, нужно разделить на три части. Треть на изучение письменной Торы, треть на изучение устной Торы и треть на разбор теоретических построений методами логического анализа или аналогий, или рассуждений по правилам изучения Торы, пока не поймет, как применяются эти правила в общих чертах, как были сделаны выводы о запрещенном, разрешенном и подобных предметах, которые были получены по традиции. И все это называется Талмуд. То есть мы видим, да, он говорит, что само изучение Торы, пока он еще не говорит о том, сколько времени нужно вообще тратить на изучение Торы, но само изучение Торы делится на три части. письменная Тора, устная Тора и Талмуд. Что он имеет в виду под Талмудом? Смотрите, да, это разбор теоретических построений методами логического анализа, это рассуждение по правилам изучения Торы, то есть Медраж, и то, каким образом выводится запрещенно, разрешенно и вообще подобные все вещи, которые были получены по традиции, это все называет он Талмудом. Ну вот Мейер как раз об этом пишет, говорит, что устная Тора это не вся Талмудическая ученость и сопровождающая ее студии, только краткие формулировки законов, предназначенные для заучивания. Это имеется в виду, да. А в Талмудической литературе в этом случае подразумевалась бы, может быть, Мишнана. Пример предисловия к сборнику Мишны Торы, кратко изложения закона, Рамбов формулирует цель создания этого труда, мы это с вами читали, да, изложить все законы Торы ясно и кратко, чтобы вся устная Тора могла находиться перед нами. Но на самом деле, когда он здесь говорит изучение устной Торы, то имеется в виду, действительно, не вся устная Тора, а, собственно, основные положения устной Торы, да, без каких бы то ни было доказательств или теоретических построений. Но еще треть нужно посвятить, это тоже устная Тора, да, это, собственно говоря, тому, как все эти положения устной Торы были получены. Ну, хорошо, это относительно изучения Торы и как распределяется время при изучении Торы. Каким образом, теперь, да, теперь каким образом человек выделит это время на изучение Торы? Если человек ремесленник, он должен отвезти на занятие своим ремеслом три часа, а на изучение Торы девять. Ну, мы бы удивились, да, немножко, то есть основное время девять часов на изучение Торы и только три часа на свое ремесло. И вот из этих девяти часов три часа читать письменную Тору, три изучать устную Тору и три размышлять и изучать теоретические построения. Слова традиции нужно относить к письменной Торе, объяснение этих вещей, к устной Торе, а темы, называемые пардес, неожиданно, палмуду. Ну, и здесь у нас возникает, ну, в каком смысле, когнитивный диссонанс определенный, да. То есть, что же это такое? У нас, получается, есть письменная Тора, есть устная Тора. Устная Тора в узком смысле и узкая Тора в широком смысле. Узкий смысл понятия устной Торы это, по-видимому, все, что получено по традиции, да. А в широком смысле устная Тора или талмуд, это, оказывается, не что иное, как пардес. А пардес, только что мы говорили, это что? Он же говорил, что когда человек зайдет в этот самый пардес, то тогда опасные вещи, что такое пардес. Пардес, по сути дела, парамбон, получается, это изучение физики, метафизики, то есть, определенных разделов физики, метафизики. И получается, что к талмуду относятся именно вот эти предметы, то есть, эти предметы он относит к талмуду. И смотрите, что он говорит дальше. Все вышесказанное относится ко времени, когда человек только начинает учиться. Но когда он приобретет достаточно знаний, чтобы не нуждаться в постоянном изучении письменной и устной Торы, то есть, он прекрасно знает закон, а рамбом его изложил вот в этой внешней Торе. Письменная Тора есть, устная Тора теперь есть. Пусть периодически повторяет изученную, чтобы не забыть какой-нибудь из законов Торы, а все свои силы обратит на талмуд по мере своих способностей. И мы здесь, да, опять же, можем по-равнему двояко понять рамбом, собственно говоря, так и понимаю этого двояко, с одной стороны, может быть, он имеет в виду, что действительно нужно взять Талмуд и учить, ну, как учит Талмуд Фишиви, а может быть, коль скоро он здесь проговорился, скажем так, называя Талмуд парадесом, или темы, которые изучаются в Талмуде, назвав парадесом, то получается, что на самом деле нужно в основном изучать философию. вот эти три параграфа, три параграфа законов изучения Торы, собственно говоря, являются тоже поводом к самым разным дискуссиям, спекуляциям относительно того, хотел ли рамбом элиминировать Талмуд, то есть, или заменить Талмуд, ну, и, так сказать, навязать, в каком-то смысле, а может, не навязать, может, он действительно верил, что это отдельный вопрос, да, считал ли он, что иудаизм действительно является философской традицией изначально, или же он хотел совершить некую вторую, скажем так, культурную революцию после Саади и переключить основное, сделать упор, да, в изучении Торы, изучение Торы, это изучение философии. Так его поняли, как мы знаем, вот эти самые провансальские ребята во главе с Шмуйлем и Бонтибоном, который популяризировал противодителей растерянных, ну, и, собственно говоря, вот этот фрагмент вполне мог являться основанием того, когда к провансальским мудрецам, так сказать, последователям Шмуйля и Бонтибона приходили в Ешиву и говорили, что же здесь учите философию Аристотеля и противодителей растерянных, они вполне могли сказать, что мы основываемся на рамбами, это не что иное, как Талмуд, Талмуд это тема Талмуда, это Пардес, Пардес это определенные разделы физики и метафизики, вот мы их и изучаем, так что все нормально с нами и идти к нам не приставайте, ну а естественно их оппоненты могли бы сказать, что Рамам говорит о том, что нужно изучать Талмуд, а вы изучаете не Талмуд, а философию, то есть сама формулировка здесь она оставляет возможность для различных прочтений интерпретаций, но мне кажется, что вот этот момент, где он говорит о том, что эти темы называются Пардес, ведь слово Пардес он потребляет в этой книге знания уже не первый раз, первый раз появился Пардес, второй раз мы его заметили, и вот сейчас тоже, естественно, что Рамбом скорее всего подразумевает под этим понятием нечто одно, а если нечто одно, то оказывается, что это физика и метафизика, это то собственно окончательное знание, которое приобретает вот кто движется к тому, что он назвал уровнем пророка. Ну хорошо, давайте посмотрим еще один фрагментик из этой книги. Это начало законов о идолопоклонстве, да, то есть законы о идолопоклонстве, видите, если мы просмотрим, здесь очень длинный список, да, смотрите, 34, 35, 36, здесь очень много законов, которые Рамбом формулирует перед тем, как, собственно говоря, перейти к изложению, вот уже 47, 51, и так далее, да, но мы прочтем буквально самое начало этих законов о его поклонстве, чтобы понять, как Рамбом его видел, в чем он его видел. Он говорит так, в дни Эноша, да, Эноша это у нас персонаж библейский, да, и в книге Берешит сказано, что тогда начали осквернять, называя именем Господним, тогда во времена Эноша, да, то есть, когда упоминается этот Энош, то упоминается и сквердение им. И вот в дни Эноша люди впали в великое заблуждение. Мудрецы того поколения потеряли разум, и в их число входил сам Эноша. И вот в чем было их заблуждение. Они решили, что раз Господь создал звезды и небесные сферы для управления миром, и поместил их в небесах, и наделил их почетом, и это верные слуги его, приближенные к нему, то достойно их восхвалять и возвеличивать и воздавать им почести. И это якобы соответствует желанию Господа возвеличивать и воздавать честь своим приближенным. Ибо желает царь, чтобы почитали его слуг и придворных, кто умножает славу самого царя. Здесь что любопытно? Любопытно то, что вот эти звезды и небесные сферы и так далее, такое впечатление, что Рама им говорит о них так, как будто бы вот эти люди, значит, мудрецы того поколения прекрасно знали все это. То есть они знали об этом примерно столько же, сколько знаем и мы. такое впечатление. То есть он же тоже нам рассказывал про звезды небесной сферы и так далее. Он не говорит, что они представляли это иначе. Он говорит так, как будто бы они представляли точно так же. Это характерно для, собственно говоря, мысли Рамбома. То есть вот это некое знание, оно является знанием о мироустройстве, оно в каком-то смысле с точки зрения Рамбома является достаточно древним. То есть это не Аристотель его открыл, по крайней мере, так он будет говорить. Аристотель просто повторяет слова более древних мудрецов. Ну, в итоге на самом деле может быть слова Моисея или представления Моисея более точной конструкции всего, как это устроено. Но и во времена и ношу люди тоже это представляли. И вот имея это представление по-видимому о том, что есть нечто, что называется творцом или первопричиной, как бы мы это ни называли, а есть небесные сферы, которые на самом деле управляют миром. Ну, это Рамбом нам сказал, да, сегодняшнее представление, его Рамбом представление, они таковы, что, собственно говоря, влияние этих сфер, оно определяет, как мы помним, то, что происходит в подлунном мире. И, значит, эти мудрецы впали в великое заблуждение, не в том смысле, что они как бы перепутали, представляли о том, что есть царь, и что есть первопричина и так далее, но они решили, что и эти акторы, скажем так, эти части универсума, которые на самом деле являются частью управления этим миром, они нуждаются в восхвалении. И как только в их сердцах зародилась эта мысль, начали они строить звездам храмы и приносить им жертвы, восхвалять и возвеличить их словами, растираться ниц перед ними, и все это с целью исполнить желание создателя, то есть они не забывали о создателях как бы по первопричине, но считали, что создатель хочет в том числе того, чтобы там типа как у царя и слуги, и слугам тоже нужно оказывать уважение, так мы дескать и оказываем уважение этим самым звездам и сферам небесным и так далее. И это и есть, говорит Трампом, корень языческого. И так утверждают язычники, знающие сути глупоклонства. Они не утверждают, что нет Бога, а есть только эта звезда. Например, Армия об этом говорит. Кто не убоится тебя, царь народов, как подавает тебе ведь среди всех мудрецов мира и во всех царствах известно, что нет подобного тебе. Но в одном они сделали ошибку и глупость. Это деревянная чурка наследия суеты. Это он цитирует Ирмиял. И Ирмиял собственно вроде бы выражает именно ту же самую мысль о том, что никто не утверждает, что нет Бога. Просто говорят о том, что есть его в каком смысле слухи и их тоже следует почитать. То есть все знают, что только ты Бог, но по ошибке и по глупости люди считают эти ненужные действия выполнением твоей воли. То есть ошибка и голубоклонства состоит не в отрицании наличия Творца или первопричины, а она состоит в чем? Она состоит в том, что служение факторам, которые являются частью механизма управления этим миром на самом деле заблуждение. Не нужно служить, так сказать, этим факторам. Скорее, они, может быть, обслуживают и по прошествии многих дней, говорит Трамп, появились среди людей уже пророки и стали говорить, что Господь приказал им передать людям служите некой звезде или всем звездам, приносите ей жертвы, возлияния, так-то и так-то, постройте и храм, сделайте идолы, чтобы поклоняться ей весь народ и женщины, и дети, и все простые люди. И показывали людям некий образ, выдуманный ими самими, и говорили, вот образ данной звезды, которую мне поведали в пророчестве. И так начали создавать изображения в храмах, как деревьями, на вершинокор, на холмах, собираться там и поклоняться им. А народу внушали, что это изображение может принести зло или благо, и следует ему служить и бояться его. И служители культа убеждали их, умножайте, служите, будете иметь успех, делайте так-то и так-то, и не делайте так-то и так-то. То есть исток идолопоклонства по рамбам, он не в отрицании наличия Бога, а в чем? А в служении промежуточным факторам, промежуточным причинам, так можно было бы сказать на философском языке. Но само это породило что? Породило определенного рода культы. Эти культы, в том числе и люди, которые он называет лжепророками, они использовали вот этот самый подход, подход к тому, что служение промежуточным причинам тоже является важным, и стали в каком смысле демагогически обманывать народ, что в зависимости от служения тому или иному фактору у них будет успех или неуспех. Потом пришли другие обманщики и стали говорить, что сама звезда или сфера, или ангел говорила с ними и сказала, служите мне таким-то образом, и повелела им способ служения, как нужно делать и как не нужно делать. И распространилось это по всему миру, служить идолам самыми различными способами, приносить им жертвы и поклоняться им. И по прошествии многих дней стерлось великое и страшное имя из уст всего сущего и забыли его. И все люди земли, и женщины, и дети знали только изображение из дерева или камня, капище, построенное человеком, то, чему они с детства были привучены поклоняться и служить им, и чем привыкли клясться. То есть Рамбом описывает в таком смысле деградацию, деградацию, которая привела к, скажем так, профанному идолослужению. Идолослужение изначально, и язычество изначально, это служение промежуточным причинам при понимании того, что есть первопричина, что есть царь. А дальше это приводит к тому, что люди вообще забывают об этой первопричине, забывают о царе в каком-то смысле, да, и благодаря, так сказать, вот этим шарлатанам, спекулянтам, лжепророкам начинают служить дереву и камню, построенные человеком, и у них возникает определенного рода привычка этого служения, и забывается, собственно говоря, то, с чего все это пошло. Мы, конечно, можем задаться вопросом, почему Рамба именно таким образом влияет идолопоклонство, потому что борьба с идолопоклонством, профанным, как бы, поклонение идолу и камню, она в каком смысле является простой с его точки зрения, да, то есть объяснить человеку, что камень ни на что не влияет, или дерево ни на что не влияет, или фигурка из камня или с деревом ни на что не влияет, это достаточно просто. А вот принципиальный вопрос относительно того, следует ли служить, что значит служить, служить, это означает принимать во внимание, следует ли поднимать во внимание промежуточные факторы, или же следует устремляться именно к постижению первопричины, это вопрос на самом деле дискуссионный, то есть должен я принимать это внимание или не должен быть. и поэтому рамбом формулирует корень язычества как некую ошибку и ошибку, с которой не так просто бороться, то есть вот это изначальное язычество времен иноша, когда про царя не надо мне доказывать, я все прекрасно знаю, я знаю все про Бога и так далее, я считаю просто, что есть и дополнительные факторы, которые нужно принимать во внимание. Вот с этим собственно говоря рамбом пытается полемизировать, с этим он спорит и поэтому формулирует это именно таким образом. Ну, давайте посмотрим еще один фрагментик. Это фрагментик из законов о раскаянии. Как мы с вами говорили, все в общем более-менее понятно, да, логика. После того, как он изложил закон идолопоклонства, он говорит о законах о раскаянии. Почему? Потому что на самом деле вот этот самый грех идолопоклонства в каком-то смысле он является самым главным в определенном смысле грехом. И человек может оступиться, может оступиться, совершив ошибку, как мы видели, то есть приняв промежуточную причину за важный фактор. И поэтому после законов об обыкновленностей следуют законы о раскаянии. здесь он говорит о том, о чем мы тоже читали с вами уже в комментариях к нишне, в том числе в предисловии к Парахелик. Он говорит, благо, ожидающее праведников, это жизнь мира грядущего, жизнь, рядом с которой нет смерти, благо, рядом с которым нет зла. И об этом написано в Торе, чтобы было тебе благо и продлились дни твои. И из уст на нас учат, чтобы тебе было благо в мире, которое сплошное благо, продлились дни твои в мире, который длится вечно. Это и есть жизнь мира грядущего. И если вы помните, что говорил он о жизни грядущего мира, жизнь этого мира грядущего, это собственно говоря, посмертное существование души того, кто достиг интеллектуального совершенства. И здесь он в определенном смысле повторяет это, но повторяет это может быть менее радикально, потому что в принципе это звучит вполне традиционно. Представление о мире грядущем это мир, в котором нет зла и мир, в котором нет смерти. И награда праведника, вы помните, что в комментариях в Мишне он говорил о том, что это должен быть человек праведный и мудрый, то есть интеллектуально совершенный. Здесь он просто говорит о праведниках. Награда праведников в том, что они удостоятся того блаженства и пребывать будут в том благе. В том, что они не удостоятся той жизни и будут истреблены и погибнут. И всякий, кто не удостоится той жизни, умрет и не будет жить никогда, но будет истреблен злодействием пропадет подобно скотине. Это и есть отсечение карет, описанное в Торе, где сказано отсечением будет отсечена та душа. И карет, и карет, так там сказано. И из устно нас учат отсечением в этом мире и будет отсечена в будущем мире. Поскольку здесь два раза повторяется один и тот же глагол, а мудрецы говорят, что повторение лишнего не бывает, они это толкуют так, что отсечение касается этого мира, а еще повторение этого глагола касается будущего мира. То есть душа, отделившаяся от тела в мире этом, не удостоится жизни мира грядущего. Отсечена она от мира грядущего. И здесь мы, опять же, может быть, не очень явно, но тем не менее достаточно явно видим, что речь идет о душе. Потому что в принципе есть представление, возможно, представление об этом представлении. Рамбов тоже говорил в комментариях к Мишне, если вы помните, что такое будущий мир. Будущий мир это вот прекрасно мы едим, пьем, наслаждаемся. Нет смерти, нет зла и так далее. Но наслаждение носит телесный характер. Уже в комментариях Мишне, Рамбов говорил о том, что это ошибка. Здесь мы видим более сдержанный тон Рамбова. То есть он не настолько радикально это формулирует. Но когда он говорит, что душа, отделившаяся от тела в мире этом, не удостоится жизни мира грядущего. Отсюда мы понимаем, что мира грядущего достоится, что душа, которая отделилась от тела, она может удостоиться этой жизни мира грядущего. Может быть, не удостоится. То есть может быть отсечена от мира грядущего. В мире грядущем, сразу же он подхватывает эту идею в каком-то смысле, говорит, в мире грядущем нет ни материи, ни тел, а только души праведников без материальной составляющей, подобно ангелам служения. Так как нет там тел, то нет ни еды, ни питья, ничего из того, в чем нуждается материя человеческого тела в мире этом. И не происходит там ничего, что приключается с материальными телами в нашем мире. Например, там не сидят, не стоят, там нет сна и смерти, нет печали, нет смеха, вообще всего подобного этому. И так сказали мудрецы прошлого. В мире грядущем не едят, не пьют, не совокупляются, но праведники сидят, и венцы на главах их, и наслаждаются они сияния божественного присутствия, сияния Мшхин. Рамбом приводит, как всегда, талмудический источник в подтверждение своих слов, когда он говорит, что мир нематериал, будущий мир, мир грядущий, он нематериален, и нет там ни еды, ни питья, и вообще нет ничего телесного, он приводит соответствующий пассаж из Талмуда. Видите, это трактат Бароход, где правда сказано, что праведники сидят и венцы на главах их. Я могу сказать Рамбом, погоди, погоди, у тебя противоречие возникает, ты говоришь, что нет ничего материального, а вот же сказано, что праведники сидят и венцы на главах их, а тут же выше сказано, например, там не сидят, не стоят, видите, как-то не очень тебя сходятся, приводишь некую цитату, приводишь некий пассаж, который вроде бы должен подтвердить твою мысль, а он на самом деле ее опровергает. Посмотрим, что Рамбом, он должен по идее это как-то объяснить. Видите, здесь по поводу вот этой бестелесности ведущего мира Мейер Левинов приводит замечание Раавада, то есть раби Абрама и Давида из Паскеры, который является одним из главных критиков Рамбома, и Нишно Торо обычно печатается как раз с его примечанием, которое называется Агасагот Аравад, Араевит или Раавад, и он пишет следующее. Мне кажется, что слова этого человека, то есть Рамбома, близки к словам тех, кто говорит, что нет воскрешения мертвых для тел, а только для душ. Так и есть. И клянусь, головой моей никогда не было такого мнения у мудрецов Талмуда. Ведь сказано, в грядущем праведнике встанут в одеяниях своих, что мы учим из пшеничного зерна, как пшеничное зерно, похороненное и обнаженное восстает в нескольких одеяниях, тем более праведник. И так они завещали сыновьям своими, так сказать, шаббаты, храни меня не в белых одеждах, не в черных, не в белых, потому что вдруг я не удостоюсь и буду как жених среди скорбящих. И не в черных, вдруг я удостоюсь вот этого воскрешения, и буду как скорбящий среди женихов. И еще сказано, что праведники, которые в грядущем мире воскреситься и благословен, не вернутся в прах, а останутся в телах своих. И еще сказано, с увечьями восстанут и излечатся. И все это доказывает, что в телах они восстанут к жизни. Однако, возможно, творец вернет им крепкое, здоровое тело, подобное телам ангелов, подобных телу пророка Ильяу, да будет он помянут добро, и короны будут коронами в буквальном смысле, а не аллегории. Ну, то есть, Рават, что понимает? Он понимает, что, когда Рамбам говорит здесь о том, что вот эти самые праведники будут сидеть и наслаждаться сиянием божественного присутствия и венцы на главах их, Рамбам вынужден будет прочитать вот эту часть именно как аллегорию. И действительно так. И с этим Райвит спорит. Он говорит, что на самом деле мудрецы Тламода никогда этого не имели в виду. Они не имели в виду, что будущий мир это мир души, а не мир тел. Они полагали, что будущий мир это мир тел. Человек вернется в свое тело и будет пребывать в будущем мире. Теперь тебе ясно, что нет там материального. Мы бы сказали наоборот не ясно. Он говорит, теперь тебе ясно. Ведь сказано, что там не едят и не пьют. А что сказали? Праведники сидят. Так это аллегория. То есть души праведника пребывают там без трудов и забот. А также сказано и венцы на головах их. То есть постигнутые ими знания, что такое венцы на головах их. Это тоже нужно понимать аллегорически. То есть постигнутые ими знания это и есть венцы, благодаря которым они удостоились мира грядущего и остаются с ними. То есть венцы на головах их, это означает их интеллектуальное постижение, в каком смысле уровень интеллектуального постижения, который подобен венцу. И вот они наслаждаются благодаря этому, они наслаждаются сиянием шхины. То есть они постигают то, как все устроено и в том числе понимают насколько это возможно творца или первокричину, как бы его ни назвали. Это и есть их венец. И подобно этому говорил Соломон в венце, которым венчала его мать. Сомнительно является ли опять же этот стих широ-ширим подтверждением, по крайней мере буквально вроде бы нет, потому что венец это интеллектуальное постижение, но Рамбан использует именно этот стих. И подобно этому вечная радость на головах. Здесь другое дело. Здесь вечная радость на головах. Можно, конечно, говорить о том, что это некий образ, а не нечто буквальное. А ведь радость нематериальна, чтобы лежать на голове. Так и венец упомянутый мудрецами здесь означает знание и понимать это нужно не в прямом смысле, а метафорическом и аллегорическом. А что сказали они наслаждаются сиянием шкины или божественного присутствия, так это о том, что они познают и постигают истинную сущность святого благословения. Он постигает то, чего не знали, пока пребывали в грубом низменном теле. Это тоже очень важный пассаж, потому что получается, исходя из этого, что Рамбан говорит о том, что постижение, которое как бы может удостоиться человек, человек как соединение материи и формы, это постижение ограничено. Но благодаря этому ограниченному пусть, но находящемуся на достаточно высоком уровне постижению, человек удостаивается чего? Удостаивается того, что его душа продолжает постигать. То есть постижение происходит в каком смысле после смерти, после смерти, после отделения от материальной оболочки происходит дальнейшее постижение и таким образом душа соединяясь как бы теперь уже с отделенными интеллектами, отделенные интеллекты, они отделены от материи, соединяясь с этими отделенными интеллектами, она может познать то, чего она до этого не познавала. И в этом смысле будущий мир это некое сверх постижение, сверх человеческое постижение. И всякий раз, когда упоминается здесь слово душа, речь идет не о душе, нуждающейся в теле, а о форме души. Лея переводит идею. О форме души, об интеллекте, который постиг Творца в меру сил своих, постиг понятия, отделенные от материи и подобные деяния. И эта форма, смысл которой мы объясняли в 4 главе фундаментального закона втора, и мы с вами почитали 4 глава, это часть вот этого представления о мироздании, именно она называется душой в рамках данной темы. Ну, и давайте прочтем комментарии Левинова. Видите, слово форма означает здесь идею предмета. Ну, да, форма это идея предмета, но в каком-то смысле, эйдос не идея, то есть, это не совсем идея, то есть, это сущность предмета, то есть, то, что делает вещь тем, что она есть. И высокий разум, присущий душе человека, это идея или на самом деле эйдос человека, чей разум безупречен, то есть, человека, который достиг интеллектуального совершенства. И об этой форме, а не идее, сказано, в той сделан человека по образу и по подобию нашему, то есть, человек подобен Всевышнему благодаря тому, что он является интеллектуальным существом, а интеллект это и есть, собственно говоря, его форма или его эйдос, как он здесь говорит, идея. Иными словами, формой существования человека должно быть знание и постижение понятия, лишенных материальной составляющей, пока он им не уподобится. И речь не идет здесь о душе, присущей всем живым организмам, благодаря которой те едят, пьют, размножаются, чувствуют, воспринимают мир и так далее. Это правильное очень замечание, Леви Молом, да, потому что мы видели, что Рамбом в комментарии трактату. А вот как раз говорил о том, что есть разные как бы страты души, есть разные части души, чувства души, душа, то есть животное, побуждающее, мстительное. Так вот, речь идет именно о той составляющей души, которая связана с интеллектуальным постижением. речь идет об интеллекте, который и есть форма души, ну, или форма человека именно, об этом говорит Писание по образу и подобию. Он в этом смысле совершенно прав, но, как я уже сказал, все-таки переводить слово форма как идея, мне кажется, носит больше путаницы, судя по этому примечанию, он прекрасно понимает, что он делает в своем переводе, но почему-то придерживается вот этого перевода, который в каком-то смысле переводит Аристотеля в Платон, потому что идея и вещь это как раз дихотомия, которую использовал Платон, а не Аристотель. Аристотель это форма, которая есть суть вещи. Ну, хорошо, и всякий раз, когда упоминается здесь слово душа, речь идет не о душе, нуждающейся в теле, а о форме души, об интеллекте, который постиг Творца в меру своих сил. И это, то, что мы объяснили, это мы тоже уже прочитали, именно она называется душой в рамках данной темы. И поскольку в той жизни нет смерти, ведь смерть это то, что случается с телом, а там нет тела, да, то есть, рама говорит, ребята, относительно того, что вы пытаетесь сказать о бессмертии, да, бессмертия с точки зрения Аристотеля, оно невозможно, вечность, вечное существование невозможно для существ, которые представляют из себя соединение формы материи. Помните, он говорил о существах, соединенных формой материи. Существа, которые состоят из формы и материи, они являются существами мира возникновения и уничтожения, то есть, вот форма выделяет какую-то материю, да, то есть, или точнее материя, да, как говорится, надевает форму и снимает ее, и вот, когда форма материи, так сказать, отделяется, происходит, так сказать, уничтожение этой вещи, и поэтому телесное, любое телесное, то есть, материальное, оно не может быть бессмертным, и отсюда, в общем, легко догадаться, как бы, согласно Рамбону, что будущий мир, это будущий мир душ, а не интеллектов, еще более, правильно сказать, отделенных от материи, которые как раз являются вечными, и человек может в каком-то смысле оказаться, предстать или стать вот такого рода интеллектом. Ну да, и дальше он говорит, что его аллегорически называли душу разными именами и так далее. Дальше он как бы доказывает, что это действительно то, о чем говорили, говорят, и писания, и пророки, и так далее. Это, на самом деле, и эту идею мы, в общем, в предисловии трактата вот читали, мы видим, что здесь она представлена чуть более подробно. И, ну, собственно говоря, все, что мы сегодня видели, да, практически, за исключением, может быть, того, что Талмуд, оказывается, это пардес, то есть, Талмуд, это не что иное, как изучение физики и метафизики, все остальное, оно является определенным развитием тех идей, с которыми мы сталкивались в комментарии к Мишне, они просто организованы несколько иным образом, как я постарался показать, и в некоторых случаях расширены, а в некоторых случаях, наоборот, формулировки Рамбома более мягкие, менее радикальны, чем в комментариях к Мишне, потому что в комментариях к Мишне, как мы помним, он пишет на иудеоарабском, а Мишне Тору он пишет на иврите, и думаю, что он прекрасно понимает, что его как бы аудитории, которые читают на иврите и не читают по-арабски, это шпинастские евреи, которые далеки от философии на данный момент, и которых как бы тоже нужно к этому приблизить, но приблизить более аккуратным образом, чем тех, кто уже с этими материями, так сказать, знаком. Ну, здесь мы, наверное, остановимся, то есть наш обзор первой книги Мишны Тора на этом можно считать законченным. Я подумаю, стоит ли нам смотреть еще несколько фрагментов из Мишны Тора или нет, ну, может быть, да, может быть, нет, и мы в следующем, через занятие перейдем к путеводителю Растерина. Если у вас есть какие-то вопросы по всему тому, что мы сегодня прочитали, пожалуйста. У меня такой обобщающий какой-то вопрос или желание понять. В общем-то, в конце концов, по Рамбаму все редуцируется к философии, в конце концов. Да, если еще захватить Алама-Абба и знания, то все наполняется знанием Всевышнего и фактически сливается в нечто одно целое или, я не знаю, пусть там урисы сидят. То есть никаких как бы тайн таких нет особых, ни мистики, ни допонятого ничего нет. То есть это совершенно определенная какая-то вот такая вот конструкция. Да, это очень рациональная, действительно, очень рациональная конструкция, в смысле представление. Когда такой вопрос вот второй, я не знаю, задумывался над этим или нет, зачем Всевышнему, всемогущему все это надо было, если он хотел иметь каких-то таких друзей, наполненных знанием Всевышнего. Он мог это так, просто чтобы было что вспомнить, что ли, чтобы, я не понимаю, какой-то смысл было сотворять мир, чтобы эти души проходили эти все испытания и совершенствовались и потом поднимались, когда есть у него ангел, это то же самое в конце концов. И в чем, в чем-то, кстати, отличие тогда, что это обогащает Всевышнего или какой смысл после этого всего имеет? Здесь на самом деле вопрос нужно задать предшествующий, а именно, полагал ли Рамбом, что сотворение мира является волевым актом? Это не очевидно. То есть, это спор средневекового философа. У нас мы говорили с вами про Ибан Гвероля, который как раз привносит вот этот самый волонтаристский фактор, когда воля является, собственно говоря, тем, что творит форму и материю, что определяет мироздание. Но с точки зрения неоплатоников, предположим, или с точки зрения Аристотеля, перводвигатель ничего не хочет. То есть, там нет воли. Это просто так устроен. Так, так устроен мир. Но мир так устроен, что у человека есть возможность его познания. Вот и все. То есть, мир в каком-то смысле является интеллигибельным. То есть, это интеллигибельная штука, которая непонятно, каким образом возникла. Но это не очевидно. То есть, я говорю, что относительно Рамбома его мнение здесь не очень ясно. Это как бы одна из проблем изучения Рамбома. Считал ли Рамбом? В некоторых местах он пишет, что сотворение из ничего и так далее. Проблема креационизма. Но из других фрагментов вроде бы следует, что он все-таки полагал примерно как аристотелики некоторые, что нет никакого выразъявления. поэтому это предшествующий вопрос. Теперь, если, например, на него ответить таким образом, что Рамбом полагал, что это волевой жест, если это волевой жест, он может ответить на это примерно так же, как Саади. То есть, сотворение этого мира, оно является чем? Оно является в определенном смысле некой задачей. То есть, оно является не постановкой кукольного театра, когда я все сделал, и это статичная штука, а в нее заложена некая динамика определенная. Эта динамика, она является динамикой постижения. То есть, вот этот механизм постижения, это и есть то, что я смотрю, вот я сделал штучку, интересно, сможет или не сможет, в каком-то смысле. Я заложил туда, условно говоря, какой-то механизм, механизм интеллектуального постижения. И теперь смотрю, насколько он сработает. Если отвечать на вопрос, что Рамбом действительно полагал, что это волеизъявление, это волеизъявление можно определить. если отказаться от воли, так еще хуже, мне кажется, получается картина. То есть, тогда все эти рассуждения, все, они вообще становятся бессмысленными. Почему? Ну, потому что начиналось с того, что есть причины, чтобы познать, чтобы продвигаться, для того, чтобы была эта динамика, должны положить первопричину. первопричину они обязательно волевают. Первопричина просто так возникла. Смотрите, это уже просто игра слов. Значит, если есть первопричина, это уже воля. То есть, она не может быть сама. Тогда у нас возникает вопрос, какова причина этой причины. Если мы от этого отказываемся, так мы от всего отказываемся. Тогда опять-таки получается... Нет, нет, Эмиль, нет. Плотанизм весь так устроен, есть единый, в который переполняется энергией, из него она излучается, все, никакой воли это все мне кажется, это логический круг. Я думаю, что без того, чтобы предположить какой-то страдательный элемент, то есть, что человек чего-то не знает и не может и не способен или никогда не будет способен. То есть, существование просто все эти рассуждения и логика, они все теряются просто смысл. То есть, теология, она не работает уже здесь вообще никак. Она у многих работает, Эмиль, вы говорите, что не работает. Многие теологи... Не, ну вы понимаете, это я могу, всегда могу сказать, что вот у меня работает, но если разобраться по... Закон достаточно в основании, его тут никак не получается. Нет того основания какого-то, чтобы полагать, чтобы это было именно так. То есть, кроме того, чтобы полагать, что мы чего-то должны не знать или что человек все равно существо страдательное. Нет никакого завершения никогда не может быть в принципе для человека. То есть, только так может человек жить. То есть, он может ждать, так как это иудаизм. Он ждет Машеха, но он будет ждать неизвестно сколько и когда. Он верит, да, что он придет и все. Это необходимое некое условие, да, но без этого... Это не обязательно конструкция, или еще раз говорю, что это не обязательно. Вы напрасно считаете, что это невозможно. Возможно. А можно мне тоже спросить? Да, пожалуйста. Вот по поводу исправления там характеров, да, людей, допустим. Вот если предположить, что люди будут следовать вот эти правила и начнут исправляться, то есть, когда, зачем будет нужен... То есть, допустим, исправиться, наступит такой идеальный мир, приблизиться к Всевышнему таким образом, станут что-то наподобие него, тогда зачем будет нужен Машех? Какая у него функция? Разве не он должен прийти и исправлять людей там в мир? Ну, в следующий раз прочитаем как раз про Машех. Как раз вы хороший вопрос задали, что же Машех делает, мы в следующий раз прочитаем. Я хочу вспомнить термин, который называется у Попера историцизм, то есть, открытое общество. Открытое общество в этом заключается, что невозможно двигаться к какой-то определенной цели и считать ее верной. Утопия всегда будет и приводит к очень страшным вещам, как он объясняет. все эти попытки реализовать утопию на полузнание, а полного знания не может быть, то это против жизни и против разума оборачивается. Сейчас не очень понимаю, почему вы это говорите. Я говорю, что открытость это необходимо, не может быть такого завершения, что вот мы все там сидят мудрецы и все, это сразу становится утопией, это невозможно закрыть. Возможно утопия. Возможно мы всю религию можем считать утопией, ну и что. Но она тогда, если это получается как бы историцизм и утопия, то она несостоятельна. То есть она несостоятельна, и что. То есть она не поддерживает разум и жизнь, какой смысл она существовала, многие у нас есть самые разные виды иудеизма, разные виды христианства, разные виды ислама. Они существуют, мы можем их критиковать. Вроде бы сейчас занимаемся не тем, что мы критикуем, не критикуем, мы видим, как Рамбом это строит. Да, я понимаю, все-таки хочется насколько он отрефлексировал эти все свои идеи, тоже знать. То, что Рамбом это я понял, да, это нормально все, для его времени это все понятно. Спасибо. Хорошо, друзья, счастливо, до следующих встреч, следующий четверг, до свидания, пока. спасибо. Спасибо.